Расскажите мне, пожалуйста, что вот это за место? Это не совсем госпиталь, это не там даже, где мы были, у Лича. Это вот прям совсем, я так понимаю, фронт. Так точно. Здесь с линии боевого соприкосновения привозят пострадавших, раненых, трехсотых. Это прямо из окопа, когда людей вытаскивают? Из окопа, да. Группа эвакуации приносит по два, по три, по пять человек. И тут осуществляется первичный именно врачебный осмотр. По гражданской специальности я врач травматового кортопеда, то есть как бы это моя вводчина. Я все знаю, кого можно здесь в условиях обработки, обратно с рекомендациями на линию боевого соприкосновения. Кому уже через СЭП роты отправлять уже в госпиталь. Кому более такая глубокая, под анестезией, под наркозом, кому ампутация, реампутация. Ну, такие вот моменты. Для этого цели. И первичная непосредственная помощь, первичная хирургическая обработка. Она так и называется ПХО. То есть это, ну, изначально первичный именно врачебный осмотр. Ни медсестра, ни фельдшер. Именно вот моя суть заключить, то есть поставить, восстановить здоровье в максимально короткие сроки, чтобы не было осложнений. Это то есть после того, как боец либо сам себе помощь окажет, либо ему сослуживцы. Сослуживцы, так точно, да. То есть они все равно какую-то помощь элементарную себе оказывают, но более квалифицированную. Кому-то шинирование, кому-то именно населочное, вообще переворачиваться нельзя. Вот у кого кровотечение. Вот такие моменты. А вот вы говорили, вы врачом были на гражданке. Вы как давно на службе? Мобилизация была в середине октября, три месяца слаживания, и потом я уже на этой территории. И как ощущения с гражданской профессией? В такую же профессию, но не гражданскую. По службе я до этого работал в ОМОНе. То есть Кавказ как бы вот эти, ну, не в таком количестве, конечно. Вот это немножко шокирует. А так, в принципе, ну, то же самое. Огнестрелы, ну, тут больше минно-взрывные вот травмы. Вот именно, это отличие именно современных вот этих вещей, то, что идет именно минно-взрывная травма. Так. Что еще вам? Как вы сохраняете такую бодрость достаточно? Бодрость сохраняется, потому что количество людей, сейчас немножко идет уже летний период, наступает, когда эвакуация своевременная, ну, уже по разным причинам осуществляется, не в ранние сроки, уже идут немножко осложнения. То есть гнойный процесс, он как бы здесь присутствует. Вот. Вот этот момент немножко нехорошо. Не всегда противник дает возможность эвакуировать человека при получении ранения. Поэтому первая доврачебная помощь оказывается непосредственно на линии боевого соприкосновения. Кажется, первое, что он прибывает к товарищу доктору, и доктор заканчивает все эти моменты. Определяет степень тяжести и отправляет на СЭП бригады. Вот это за тобой, правильно? Так точно. Ну, а так, в основном, конечности, именно таракальной хирургии, абдоминальной хирургии, здесь менее присутствует, больше присутствует именно конечности. Характеры разные. Мины взрывные, огнистрельные, открытые переломы. Вот этот момент как бы больше конечностей превалирует. По лекарствам мы, опять же, исходим с того, когда срок обезболивающий, чтобы профилактика травматического шока была, антибиотики вводятся, вот, первоначальные. И когда нужен, не нужен, это жгут кровоустанавливающий. Потому что многие моменты, сразу ранение, сразу жгут накладывают, иногда он немножко вредит для сохранения конечностей, вот эти моменты. Воспитиваются? А? Воспитиваются. В основном эвакуация происходит вот в то время, когда это возможно. То есть днем мы еще восстанавливаемся. А вечером, утром, ночное и вечернее время, вот, когда по темноте. Вот, ну, сейчас, опять же, волнами идет. То много, то мало. Все зависит от наступления, куторонаступления. Вот эти моменты. На гражданке, так, я там, протезы менял. То есть мне больше, я больше, вот, не в операционной. Но, по крайней мере, их успокаиваешь, пострадавших. Они сразу видят, что уже, как бы, руки работают, как надо делать, как не надо делать, что им нужно делать. А иногда они немножко пасуют, потому что психологически любая полученная травма, они немножко... А я так вот... Опять же, многие моменты, нагноения, они и опарыши здесь бывают. Это же хорошо, с одной стороны, потому что они только гнилостную ткань едят, кушают, потребляют. Вот. Для раны это очень даже хорошо. А у них, наоборот, страх, фобия появляется, что там появляются вот личинки. А по факту это хорошо. Вы нормально, вот, да, ко всему этому относитесь? Ну, это моя работа. Я не знаю, гражданки, они с этажей падают и под поезда попадают. Ну, это надо родиться вот с таким вот мировоззрением, ощущением? Просто время и всё. К этому можно привыкнуть? Ко всем этим разорванным конечностям, крови, мясу? Я думаю, что кому-то дано, кому-то не дано. Но это не то, что я там как бы очки набираю, я наоборот, это просто нужно делать. Кто-то должен это делать, и всё. Жене рассказываете о настоящей обстановке? Нет, нет. А что говорите, что у меня всё хорошо? Ну да, время идёт, сутки прошли, уже хорошо. Как бы такой, опять же, переключаешься на детей, на животных, на аквариум, банально, на сад. То есть, такими бытовыми, контрнаступлением занимаешься, именно бытовым. А где вы успеваете этим заниматься-то? А? Где вы успеваете этим заниматься-то? Когда смс раз в неделю, ну, типа такого. Когда связь, тут связи практически нету. Очень плохо с этим. Ну, и она же меня же провожала в командировке на Северный Кавказ, на душе я тебе был. Четыре раза по полгода. То есть, её сроки вообще, как бы, не пугают. Ну, как бы, ну, привычно адаптированная. Так, а как сохранять военную, семейную жизнь? Она же, она же, она метит сразу же. То есть, вы друг друга понимаете? Да. То есть, она же работает в приёмном покое. Она всё вот это, всё, что прилетает, приезжает со скорой помощи. Меня по телефону вызывает, и я спускаюсь у кого операционную, у кого. Вот, в том плане, здесь, что труднее, что здесь анестезиолога нету. То есть, некоторые вещи именно для... Ну, то есть, каждый должен заниматься своим делом. Здесь мне приходится, как бы, всё. Где-то одежду разобрать. Потому что это прям передний край, это прям фон. Да, потому что здесь ни санитарок, ни медсестёра нету. Опять же, их несколько наплывов идёт. Вот, несколько человек параллельно поступают. Кто-то разрезает помощники, если хорошо, что они есть. Кто-то аккуратно верхние слои снимает. Я уже непосредственно в рану. Селены перчатки в достатке. В рану прям пальцем залазишь. То есть, в глубину всей этой поверхности, знаешь. То есть, это в условиях. Опять же, идёт фильтрация. Кто под местной анестезией, кто только под наркозом. Всё это можно делать. В медицине это всё понятно. Вы мне скажите, сколько вы с женой лет вместе? Мне 50 с лишним. С женой вы сколько братьили? Извините, 7. Ребёнку 11-18 лет. Ну, а как вот люди вот таких профессий, которые не бывают дома, которые бывают в командировках? Ну, вы знаете, я или на работе, или здесь. Ну, мы просто уже... Поэтому она и жена. То, что мы друг друга понимаем. Поэтому... А так, со стороны была бы она учителем, не медиком. Может быть, брак бы и не был бы. А так, всё понимают. И разводят руками. А мне кого-то мужья искать? Из своей сферы, я так считаю. Ну, потому что мы с работы приходим. Редко смены, когда совпадают. Обычно с ребёнком она, то я, то я, то она. Редко, что мы совпадаем. Но, опять же, больные, больные. Опять же, коллег немножко муссируем. Начальство, как обычно. Вот эти моменты. Ну, ничего. Так, а что у вас тут есть пока? Ну, первично, если честно, вот здесь. Всё, здесь... Это всё не надо сейчас трогать, да? Да, здесь бетатин, хлоргексидин, перекись непосредственная. Вот. Перекись уходит литражами. Перевязочный материал километрами уходит. Бинты. Ну, самое главное, это вот хорошая обработка первичная. Потому что пока мы здесь не сделаем правильно и грамотно, зависит от того, насколько у них будет или не будет дальнейших осложнений. Уже не от полученной травмы, а от того, что вовремя оказана помощь. Как бы такие вот моменты. Единственный момент, что всегда нужны вспомогательные люди, это вот в плане насилок, вот, и дороги в плане вот мобилизации, именно при продвижении, при логистике вот этой. Вы прям совсем в своей профессии, вот вы вообще даже в сторону не отходите от темы медицины, медицины, медицины. Ну, потому что там на 3,5 ставки работаю, я двое с лишним суток работаю, то в одном городе, то в другом. У нас спутники города есть, я с Оренбургской области, вот. Людей не хватает у нас везде. Там, там, там и немножко специфика везде разная. Где-то свое приносишь туда, чужое забираешь к себе, приносишь, вот так вот. Ну, а так, конечно, там и протезированием занимаемся, и аппараты внешней фиксации, аппараты Лизарова, это немножечко уже отстающие, это немножко уже другие сегменты. То есть, ну, работаем, куда деваться, профессия есть, профессия нет. А так, когда я приходил из того, что было, предложили, я заканчивал в 98-м году, хотел быть урологом, сказали, урологов слишком много вас, термотологов не хватает. Ну, термотолог, термотолог, так и... Вы не жалеете о своей профессии? Нет, наоборот. Конкретика, больной, сегмент, конечность, рука, нога, гуляет, здоровается. По улице идешь в родном городе, они даже здороваются, а кто здоровается, вот так вот. А вы когда-то этому человеку жизнь спасли? И вылечили его? Ну, как бы там у нас щепетельным относится, потому что гражданское получение травмы или военное получение травмы, немножко большая разница. Бывает, что и с ушибами, еще не упал, уже очередь занимают, чтобы попасть на прием. А бывает, что с переломами дома сидят и такие люди. То есть тут и психологам приходится быть, чтобы немножко... С одним такая тактика, с другим такая тактика. Ну, мне самое главное, вот если честно, мне все устраивает в том плане, что есть именно антисептики, септики, антибиотики есть. Вот, шовный материал. И немножко вот, когда инструментария, антисептики... Ну, я не могу здесь, потому что нет ни сухого шкафа, ни автоклава. Это все уже на сепе. Были вы, там не были, я как бы... Там это все... Здесь вот именно идет мажортизация идет. Кого в наших силах осилить, кого уже мы не сможем. Именно не потому, что мы не сможем, а потому, что условия мы только навредить можем. А вот чтобы не навредить, первичная помощь, именно врачебная, как правильно. Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо.